МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. Это 112-й канал в пакете зала. В студии Наталья Дюрть и сегодня в нашем выпуске. Праздник белорусско-словацкой дружбы. Гродно и Жилино закрепили по-братимские связи концертом органной музыки и фотовыставкой. К третьему этапу готовы. Белорусские ПВО на учениях в Российской Федерации представят полк Гродненского гарнизона. Урок для учителя. Полсотни молодых учителей собрались в Паречье в школе молодого педагога. Выставка ретро-фотографий и неожиданная для жениха свадьба. Как в Гродно отмечают 100-летний юбилей ЗАГСа. Войска противовоздушной обороны Гродненского гарнизона отправились в Российскую Федерацию на учения. Они пройдут на полигоне Ашулук в Астраханской области. В Россию отправились более 150 человек личного состава и несколько десятков единиц боевой техники. Учебно-боевые стрельбы для 1-го зенитного ракетного полка Гродненского гарнизона не в новинку. Эта войсковая часть регулярно принимает участие в подобного рода учениях и всегда с отличными результатами. По словам командира зенитного ракетного полка Евгения Кокурина, это проверка знаний и полученной теоретической базы в реальных условиях. Кроме того, полк примет участие в совместных учениях «Боевое содружество-2017», в которых участвуют Россия, Казахстан и Беларусь. Из отличий прошлого включения от настоящих, это то, что в прошлом году мы выполняли боевые стрельбы на технике Российской Федерации. В настоящее время мы убываем на полигон со своей техникой, которую получили в 2015 году, и будем выполнять стрельбы именно с нее. Это значит, что расчеты готовились, прошли одиночную подготовку, слаживание в составе расчетов, подразделений, ну и венцом будет сама боевая стрельба. Еще один шаг навстречу международному сотрудничеству сделали Гродно и словацкий город Жилино. Первый совместный культурный досуг. Стороны решили наполнить концертом органной музыки в церкви Святого Иоанна, единственном действующем в лютеранском храме Беларуси с уникальной акустикой. Кроме того, на стенах кирхи разместили обширную выставку словацких мастеров фотографии, чтобы гродницы смогли наглядно познакомиться с людьми и городскими видами своего нового иностранного друга. На данный момент мы только начинаем. Три месяца назад подписали с мером вашего города соглашение о побратим городах. Значит, мы будем сейчас продолжать и будем работать в различных областях, в области культуры, в области школ, в области туризма, конечно, и, конечно, в экономической области. Это наше направление, это наши задачи на сегодняшний день, и будем стараться развивать. В ходе двухсторонних переговоров были выработаны не только основные механизмы взаимовыгодного сотрудничества, но также высказано наблюдение о том, как мало братские города знают друг о друге. Это недоразумение стороны решили начать устранять с помощью искусства, которое во все времена скрепляло людей разных культур и религий. Так известный словацкий органист Мариан Мушка подарил гродницам лучшие произведения европейской классики, виртуозно владея двумя с половиной тысячи труп инструмента. Недавнее соглашение перешло в такую практическую часть, что сегодня мы встречаем и известного органиста. И помимо этого, исторический, наверное, момент для нашего храма, мы впервые проводим эту выставку, вообще выставку в храме и фото-выставку известных словацких фотографов города Жилина. И мы надеемся, что эти культурные связи, они будут и дальше возрастать, нарастать, и мы сможем не только организовать какую-нибудь выставку, но и дальше будем приглашать коллективы из города Жилина, которые будут радовать своим мастерством жителей и гостей нашего города Гродно. В свою очередь, мэр Гродно Мячеслав Гой поблагодарил зарубежных гостей за скоро ответный визит и возложил большие надежды на насыщенное взаимодействие между городами. Ближайшие планы для нас, конечно, поучаствовать на вашей выставке, потому что в этом году еще будут выставки, и хотим туда привлечь наших бизнесменов, наши люди, которые занимаются предпринимателем и так далее, потому что я думаю, что есть возможность большого сотрудничества. 1 сентября прозвенят первые звонки, и тысячи ребят сядут за парты. Но пока до этого момента остается несколько летних беззаботных дней, за парты сели сами учителя. Молодые педагоги со всей области собрались на своеобразное повышение квалификации в школу молодого педагога, которая в третий раз открыла свои двери на базе Парижской государственной санаторной школы-интерната. Чему учатся молодые педагоги и как разнообразить урок, узнавала и Аланта Будила. Если можно о ком-то сказать учитель по призванию, то это Марина Нечай, молодой педагог из Дятловского района, преподаватель белорусского языка и литературы. Она учительствует совсем недавно, как молодой специалист, работает второй год. За непродолжительное время работы в школе поняла главное. В профессии она не разочарована и готова работать с детьми и дальше. В школе молодого педагога Марина впервые, но уверяет, что обязательно примет участие в этом еще раз. Полученный в ходе занятий опыт и общение с молодыми коллегами считает девушка непременно пригодятся в ее профессиональной деятельности. Ритм обучения в школе молодого педагога не похож на стандартное представление об обучении и курсах повышения квалификации, чем по сути своей эта школа и является. 50 молодых педагогов из районов области здесь ищут ответы на те вопросы, которые возникали или еще возникнут в ходе работы. Перед организаторами школы стоит важная задача непременно помочь, подсказать, научить молодого специалиста и сформировать уверенные в себе, амбициозные и находчивые педагогические кадры. Здесь в первую очередь живое общение и решение тех трудностей, с которыми молодые педагоги сталкиваются. Занятия проводятся в интерактивной форме и скучных лекций, к которым иногда привыкают наши педагоги, будущие педагоги, может быть, в традиционных учреждениях. Здесь такого нет. Оно здесь просто не смогло бы существовать. Вопрос-ответ, работа в парах, работа в группах, работа над проектами, ну вот это такие ключевые моменты. Учатся всему и, как правило, тому, что надо. Николай Новик преподает физическую культуру в Волковыской гимназии номер один. Всего год. Взаимопонимание со своими маленькими учениками, признается он, нашел не сразу. Конечно, в начале были трудности, с этим сталкивается каждый, наверное, молодой специалист. А потом, когда нашел какой-то метод, подход к детям, чтобы можно было что-то сделать им интересно, тогда и детям тоже было интересно очень с этим всем разобраться. Дети полюбили так же самое, как и я их полюбил. И прекрасные у нас отношения с ними. Методики, техники, приемы, секреты, наконец, все это интересно молодым учителям, которым через несколько дней предстоит взять в руки указки и мелые, снова и снова стараться завоевывать внимание и живой интерес своих учеников. Охотно делятся своим опытом преподаватели школы молодого педагога. А это маститы учителя, члены клуба «Хрустальный журавль», лауреаты победителей конкурсов «Учитель года» и вообще уважаемые в педагогической среде наставники. Педагоги нынешнего поколения, они стараются для себя взять по максимуму информации. И это заставляет нас работать, организовывать такие формы работы для них, чтобы передать весь свой опыт, который мы накопили, пройдя через конкурс «Учитель года», пройдя через большое количество открытых уроков, мастер-классов, передать им все, что мы знаем, все, что мы умеем, чем мы владеем. Преемственность традиций и современные методы, пожалуй, это самый удачный симбиоз, который позволит молодым педагогам, слушателям школы, стать тем учителем, которого и спустя много лет после выпускного уже взрослые ученики вспоминают самым добрым словом. Иоланда Будила, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+. Дом гражданских обрядов отмечает столетие образования органов ЗАГСа. Фотовыставка, поздравления юбиляров, фуршет и даже неожиданная регистрация брака. Чем запомнился праздник и что так впечатрило гостей, узнавала Олеся Матвеенок. Педагоги Татьяна и Андрей Герасик пришли на праздник, посвященный юбилею органов ЗАГСа в качестве почетных гостей. Сегодня в торжественной обстановке их символически наградят за мудрость и верность, чуткость и уважение, которые вылились в 35 лет семейного счастья. За эти годы многое было пережито и нажито, но главным своим богатством семья Герасик считают двоих детей и троих внуков. Коралловая свадьба пройдет красиво и торжественно. Это уже семейная традиция, ведь и серебряный юбилей пара отметила с размахом. Мы еще раз повторили это с торжественной регистрацией. Собрали всех друзей, даже свидетелей, ну и всех родителей. Мы самая счастливая пара. Фотокарточка самой счастливой пары Герасик украшает выставку фотографий, листая свадеб календарь, которая и открыла праздничное мероприятие. Удивительно трогательная экспозиция обнажает счастье молодых и волнение родителей. Личные семейные архивы Гродненцев в сочетании с работами профессиональных фотографов нашего города наполнили вернисаж ворохом счастливых воспоминаний. Казалось, они висят в воздухе и при желании до них можно дотронуться рукой. Только свадебная фотография может быть отражением различных эпох. Как вы видели, на нашей выставке представлены свадьбы 80-х годов, 80-х, 90-х, 2000-х, ну и, конечно же, современные регистрации, в том числе и выездные. Есть в экспозиции целый стенд, посвященный тем, кто стоял у истоков основания ЗАГСа. На одном из них красуется фото Галины Алексеевны Сердюковой, которая 19 лет жизни посвятила служению Дому гражданских обрядов, 15 из которых женщина руководила работой учреждения. Мы строили этот ЗАГС, мы строили самым настоящим образом, потому что все сотрудники здесь субботники были, воскритники были, мы и плиты носили, и люстры собирали. Открытие у нас было скромное, потому что мы полдня работали в старом здании на ЖЭШКО, а после обеда нам сказали, что будет открытие нового Дома гражданских обрядов. Открытие Дома гражданских обрядов состоялось в 1971 году. Свою работу он начал в стенах нынешнего ЗАГСа по улице Виленской, а уже в 1981-м приветливо распахнулись двери нового здания ЗАГСа на улице БЛК. За 46 лет работы в Доме гражданских обрядов было зарегистрировано более 72 тысяч браков. Старожилы свадебной сферы вспоминают, что пик свадеб наблюдался в середине 80-х. Тогда в день регистрировали до 80 пар. Недостаточно было нам этих двух залов, и мы выходили во дворцы бракосочетаний, во дворец юности, в дворец эксильщиков. После вернисажа гостей пригласили в зал торжественных церемоний. Марш Мендельсона, шампанское и знакомое волнение. Здесь под аплодисменты присутствующих и радостные крики горько вручили памятные свидетельства семьям, которые в этом году празднуют юбилей со дня рождения семьи. Красивым финалом, схожим по накалу страстей с произведениями мирового кинематографического искусства, стала нестандартная регистрация брака. Пара, прожившая вместе 20 лет и воспитывающая сына, сыграла свадьбу неожиданно для жениха. Судя по поданному заранее заявлению, не очень активный жених был совсем не прочь официально расписаться с красавицей подругой, но вот время и дата церемонии оказались для мужчины полным сюрпризом. Приятным, конечно. Друзья-пары наравне со всеми присутствующими на неожиданной церемонии ликовали. Еще одной счастливой семьей в Гродно стало больше. Удивительно элегантным получилось это по-европейски организованное торжество. Искусно украшенный зал и фуршет – атмосфера нереальности происходящего. Организаторам в полной мере удалось воссоздать атмосферу звенящего счастья, которую неосознанно испытывали все приглашенные. Женатые и замужние поностальгировали, пока еще одинокие помечтали. Но все они чувствовали одно и то же – у любви есть дом. Дом гражданских обрядов. Олеся Матвиенок, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Известный в кругу любителей и профессиональных цветоводов коллекционер Алла Квятковская в очередной раз представила обновленную выставку гладиолусов в зале Центральной городской библиотеки. Гродницы смогли увидеть около полусотни из 370 уникальных сортов гладиолусов в коллекции цветовода. Селекционер занимается цветами уже более 35 лет, причем стремится иметь в своем цветочном собрании только самые лучшие сорта. Большинство гладиолусов в моей коллекции – это чемпионы, лауреаты или дипломанты всевозможных опросов, московского опроса, международных выставок, победителей. Например, Москва Белокаменная, гладиолус, который много лет подряд уже является победителем среди белых гладиолусов. И есть в коллекции знаменитый сорт узорчатая снежинка, который в 2010 году взял золотую медаль как лучший гладиолус в мире среди белых. На девяти сотках земли своего домика в лесу, в деревне Макаровце Берестовицкого района, семья Квятковских, где каждый увлекается цветоводством, выращивает отнюдь не картофель, а гладиолусы. Они, по убеждению Аллы Квятковской, не только красивы, но и продлевают жизнь многим ее клиентам, особенно преклонного возраста. А вообще интерес, конечно, представляют многие сорта, в том числе и для меня интересны ретро сорта. Наконец я нашла сорт белый медведь, спасибо нашим любителям, они мне из клуба «Флора». У меня есть настоящий белый медведь, у меня есть «Оскар», причем чистый сорт, и многие другие ретро сорта, я считаю, они прошли проверку временем. На ведвальники выставы, яких уже свыше двух сотен, отрымали асалоту от судакранания со светом прыгажостей. Только слова захопления, только слова удячности мы чули из их уст. И мы сподяемся, что это не опошняя выстава у деянности клуба «Флора». Так, как у нас уже прошли выставы и рысов, и фиялок. Следующая выставка Аллы Квятковской состоится в районном центре ремесел в Мостах. А следующая новость будет интересна всем, кто болеет за наших. 20 августа в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии футболисты Гродненского «Немана» на своем поле сыграют с командой «Динамо Минск». Начало матча в 16-15. И в завершении выпуска информация от нашего партнера МТС. МТС представляет новые 4G-тарифы. Новое предложение включает до 6 гигабайт мобильного интернета, а также до 2000 минут на звонки внутри сети. К запуску новой линейки оператор приурочил и новые акции, которые позволяют получить еще больше интернет-трафика при сниженной абонентской плате. Линейка 4G состоит из четырех тарифных планов. Новые клиенты оператора МТС, которые выберут тарифные планы 4G по 15 ноября 2017 года, смогут пользоваться ими со скидкой на ежемесячный платеж 50%. Кроме этого, для новых абонентов МТС бесплатно удвоит пакеты мобильного трафика. А существующие абоненты при переходе на 4G-тариф будут получать увеличенные пакеты мобильного интернета в течение 90 дней. Узнать подробности о тарифах и акциях можно на сайте mts.by, а также во всех фирменных салонах оператора. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. Напоминаем, что программы телеканала Гродно Плюс доступны и абонентам пакета зала. Мы работаем на 112 канале. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами и приятного отдыха на Гродно Плюс. Субтитры подогнал «Симон»!